Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Прошедший циклон в Амурской области сменит новые снегопады усиления ветра в регионе, ожидают в конце ноября-начале декабря. Бюджет пополнится на 90 миллиардов рублей. Депутаты Законодательного собрания Амурской области распределят средства на очередном заседании Амурского парламента. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Багали прилетела в Благовещенск. Она принимает участие в первом спортивном форуме «Спорт. Норма жизни». Со столетним юбилеем губернатор Амурской области поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны. Губернатор Василий Орлов предложил выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител и не поставивших прививку. Эту инициативу глава региона озвучил на заседании Президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Также на совещании, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин, Василий Орлов выдвинул инициативу о строительстве в Амурской области завода по производству кислорода. Подробности в следующем сюжете. Как отметил губернатор, после введения системы QR-кодов при Амуре увеличились темпы вакцинации. Если в сентябре в сутки прививалось до 700 человек, то сегодня уже 6 тысяч. Однако получить QR-код могут не все. Это граждане, которые переболели ковидом в легкой форме и не обращались за медицинской помощью, но имеют высокий титр антител. Хочу выступить с предложением. Граждане, многие переболели в легкой форме, не обращались в медицинские учреждения и сегодня имеют высокий титр антител. Но, тем не менее, данные граждане не могут получить через госуслуги QR-код по понятным причинам. Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты. И чтобы через госуслуги эти граждане также могли получить QR-код. Система QR-кодов действует в Амурской области. С октября первыми с ограничениями столкнулись жители Благовещенска. Позднее их ввели и в других крупных городах региона. Система введения QR-кодов была введена на территории города Благовещенска. С 18 октября это организация общественного питания, с 1 ноября это организация культуры, спорта, торговые центры, торгово-развлекательные центры. С 1 декабря данная норма вводится в сфере кредитных организаций и микрофинансовых организаций. На координационном совете также прозвучало предложение построить в Амурской области завод по производству жиженого кислорода, который поставляется в ковидные госпитали. Сейчас он поступает в регион из Хабаровского края. Ежедневная потребность в нем превышает 13 тонн. Губернатор попросил создать в Преамуре резерв объемом до 20 тонн. У нас, вы знаете, строится космодром «Восточный», в рамках второй очереди космодром «Восточный» с 2023 года, в рамках госпрограммы развития космодромов России, планируется строительство кислородного завода. Теоретически можно сдвинуть начало строительства этого кислородного завода на год вправо и начать это строительство в 2022 году. Это позволило бы не только проблемы здравоохранения Амурской области решить по кислороду, но и близлежащих субъектов Российской Федерации. Амурская область получила 131 миллион рублей из федерального бюджета на покупку четырех аппаратов по производству кислорода. Три поступят в больницы области уже в первом полугодии 2022 года. Производительность каждой установки более тысячи литров кислорода в минуту. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Губернатор Преамурья Василий Орлов провел заседание правительства области, где дал поручение сотрудникам управления МЧС круглосуточно дежурить на дорогах. В случае необходимости прийти на помощь, а в период прохождения циклона на особый контроль взять школьные маршруты и взаимодействовать с профильными ведомствами по дорожной ситуации в регионе. Между тем, 23 ноября в Серышевском районе произошла авария с участием учебного транспорта и грузовика. К счастью, на момент ДТП юных пассажиров в салоне не было. Как рассказали в региональном ГИБДД, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении школьному автобусу, который ехал по главной дороге. В результате столкновения пострадал шофер грузового транспорта. Всего же за два дня в области произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек. В свою очередь Василий Орлов дал поручение областному Минтрансу обозначить участки дорог, где необходимо организовать круглосуточное дежурство силами управления МЧС по Амурской области и дорожными службами, чтобы в случае необходимости прийти на помощь автомобилистам. Сегодня на расчистку региональных трасс вышло 150 единиц снегоуборочной техники. Работа идет в авральном режиме. Движение затруднено в 11 районах Преамурия. Напомню, отменены автобусные рейсы, соединяющие областную столицу с Белогорском, Новокиевским Увалом, Екатеринославкой, Паярково, Прогрессом, Талаканом, Свободным, Ровной, Шимановском и Хабаровском. Как рассказали в Амурском гидромедцентре, снега в Преамуре выпала почти месячная норма. Больше всего досталось Ромнинскому, Михайловскому, Константиновскому и Архаринскому районам. Однако уже к 25 ноября специалисты прогнозируют ослабление южного циклона. Существенных осадков пока на этой неделе мы не ждем. Только небольшой снег в отдельных районах. Но расслабляться еще не стоит, потому что в последние числа ноября на юг Дальнего Востока собирается выйти еще один циклон. Довольно активный. Но, как говорится, двух одинаковых циклонов не бывает. Поэтому мы, конечно, ждем, что он решит немного сменить свою траекторию и не обрушить столько ненастья на южные районы Дальнего Востока. Но, тем не менее, пока по предварительным прогнозам, центральные южные районы и северо-восток нашей области в период 30 ноября и 1 декабря вновь может оказаться в зоне выносных осадков. Их количество может быть как умеренное, так местами сильное. В Благовещенске за ненадлежащую организацию уборку улиц от снега и наледи прокуратура внесла представление мэру города. Надзорное ведомство провело рейд, в ходе которого проверяющим встретились только 10 машин и 2 трактора, убирающих тротуары. Тогда как на дорогах оставался снежный накат и лед. Некоторые магистрали и вовсе были очищены лишь с одной стороны. Кроме градоначальника, соответствующий документ получил и руководитель ГСТК. Цветущее село или комфортный город, как его представляют сами жители. В Преамурье впервые состоялась школа технологий местных сообществ. В ней приняли участие неравнодушные амурчане со всего региона. На обучающей площадке участникам рассказали, как вовлечь своих соседей в социальную жизнь населенного пункта. Подробнее в материале Ольги Сысой. На эти тренинги собрались активные амурчане из Ивановского, Благовещенского, Тамбовского, Сковородинского районов, а также Благовещенска. Все ради одной цели – научиться реализовывать свои проекты по развитию населенного пункта. Любовь Елагина, заведующая Домом культуры в Марково, женщина рассказывает, жители села ежегодно сплочают в одну команду знаменитая ледовая открытка. Деда Валерия не стало год назад, но односельчане продолжают его дело, рисуют новую картину на реке, а после устраивают там различные мероприятия. По словам амурчанки, занятия в региональной школе – хорошее подспорье для тех, кто хочет и, самое главное, может увлечь людей интересной идеей. На этом тренинге я взяла очень много для себя. Как можно больше привлекать людей, чем можно их завлечь, где брать ресурсы для того, чтобы наше сообщество развивалось дальше. У нас есть так инициативная группа прекрасная, но хотелось, чтобы еще больше, больше принимало людей в этой инициативной группе, чтобы все больше еще делать для нашего села. Чтобы наше село еще дальше процветало, росло, чтобы у нас было хорошо, люди у нас жили в нашем селе. Занятие для жителей Преамурья провела спикер из Владивостока Светлана Баженова. Она рассказала инициативным амурчанам, что такое местное сообщество, как его развивать и какие средства для этого использовать. По словам женщины, местное сообщество – это, в первую очередь, простые соседи по селу, поселку или небольшому городу, которые объединяются ради общего дела. Процесс выстроен так, чтобы любому человеку было интересно, чтобы это было не очень сложно, потому что мы работаем с учетом физиологических потребностей. Полтора часа работаем, перерыв. Полтора часа работаем, перерыв. У нас есть разминки, у нас есть смена разных видов деятельности. То есть это не лекция, на которой уже сидеть, 8 часов слушать – это прямо невозможно для человека. Школа развития местных сообществ реализуется по всему Дальнему Востоку уже несколько лет. В этом году она впервые была организована в Амурской области. На трехдневном обучении побывали больше 22 человек. Они не только впитывали новые знания, но и делились своими, уже показавшими себя в деле, инициативами. Вы знаете, стереотип у населения, что мне должны кто-то что-то сделать, он давно присутствует. И мы стараемся сломать эти стереотипы и показать, что можно сделать все своими руками. И это необходимо, потому что действительно и ситуация в муниципалитетах такова, что не все можно с силами администрации сделать. Здесь нужна помощь людей. Инициатива снизу, она всегда приветствуется, и можно достичь больших успехов, больших результатов. По итогам этого обучения самые активные участники представят регион на Дальневосточной школе, которая состоится в декабре этого года во Владивостоке. Ольга Сосой, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Бюджет Амурской области в следующем году пополнится более чем на 90 миллиардов рублей. Как распределяться средства депутаты законодательного собрания решат на очередном заседании Амурского парламента, которое пройдет 25 ноября. Большая часть расходов бюджета распределена на реализацию 16 государственных программ. 51 миллиард будет направлен на мероприятия, которые повысят качество жизни населения. Так, одна из подпрограмм направлена на увеличение выплат пособий на ребенка женщинам, награжденным почетным знаком «Материнская слава», а также семьям опекунов и усыновителей. Расширятся и возможности программы регионального материнского капитала. Расширена программа регионального материнского капитала. В ней появились такие направления, как обучение ребенка в УЗИ и оплата медицинских услуг. Всего на расширение мер социальной поддержки на следующий год в бюджете запланировано около 240 миллионов рублей. Амурские спасатели провели учение по оказанию помощи водителям, застрявшим на дорогах. В тренировке была задействована спецтехника, развернут пункт мобильного обогрева. По сценарию учений водитель автомобиля при плохой видимости не справился с управлением и съехал в заснеженный кювет. Эта тренировка проходила в условиях реального ухудшения погоды. К месту аварии выехали спасатели. Добираться до машины пришлось на снегоходах. В салоне авто были пострадавшие. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в пункт мобильного обогрева. Заглохшую на марку с помощью спецтехники вытащили на трассу. На сегодняшний день в области подготовлены 89 пунктов обогрева, из них 59 – стационарных. Первый городской спортивный форум стартовал в Благовещенске. Он продлится от 3 дня до 26 ноября. Участники поделятся своими историями и опытом создания собственных спортивных проектов. Всего организовано 10 площадок, где обсудят строительство объектов спорта в Благовещенске, проведение мероприятий для людей с особенностями здоровья. В форуме «Спорт. Норма жизни» участвуют руководители различных федераций, приглашенные гости. Среди них двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. Заслуженный мастер спорта России побывала на одной из площадок и поделилась своим мнением, как воспитать любовь к спорту у детей. «Самое главное, наверное, это приведение спорта через семейные ценности. Потому что если семья занимается спортом, то, безусловно, ребята, которые младшие в семье, дети, они будут брать пример со старыми. У меня таким примером была бабушка, которая до сих пор ходит с палками, занимается активно. И в свои 80, скоро 6 лет, она практически ежедневно совершает час-полтора пеших прогулок для того, чтобы быть активной, здоровой. И для меня это действительно нечет». Среди участников форума «Спорт. Норма жизни» создатели проектов «Железная сотка. Бег к мечте». Они расскажут, как их мечта превратилась в реальность. «Когда-то я для себя искала мечту. Я по образованию врач, по жизни предприниматель. А мечта у меня такая появилась спортивная – стать марафонцем. Когда я узнала, что только 1% людей в мире могут пробежать 42 километра, меня это как-то сильно впечатлило, зацепило. Мне показалась моя мечта очень такая симпатичная, достаточно амбициозная. И вот вся моя история о том, как я к ней двигалась, и что у меня стояло на пути, что я преодолевала, и что из этого вышло. Участие в форуме в течение трех дней примут около 60 человек. Из Благовещенска, Уфы, Москвы. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Василий Орлов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны. Слова благодарности за подвиги, многолетний добросовестный труд глава области сказал по телефону. Ветеран Великой Отечественной родился в Псковской области. В 1930 году семья переехала на Дальний Восток в Сковородинский район, поселок Тахтамыгда. В 41-м был призван в ряды советской армии. Служил в артиллерийских частях в городе Хабаровске. Участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 46-м году. Вернулся в поселок Тахтамыгда, где работал в средней школе, откуда и ушел на заслуженный отдых. Сейчас он проживает в Благовещенске. У него трое детей, четыре внука и четыре правнука. Алексей Александров имеет орден Отечественной войны второй степени. Медаль за боевые заслуги и за победу над Японией. А также знак «Отличник народного образования». В Хинганском заповеднике обосновался амурский тигр. Его запечатлели фотоловушки в конце октября – начале ноября этого года. Впервые хищника заметили в сентябре. Однако, судя по активности животного, которого ученые между собой называют шустрой, и территорию он выбрал для постоянного места обитания. Зверь активно оставляет метки и не стесняется фотоловушек. Напомним, в охраняемой зоне остается тигрица Елена, которую выпустили в дикую природу в мае 2019 года. Ученые надеются, что шустрый сможет завоевать сердце амурской тигрицы. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова